Прошло чуть больше года. С момента объявления мобилизации в России, югорчанин Иван Лаптев с позывным «Вежливый» предложил поддержать участников СВО, которые ждут приказа о демобилизации, но продолжают нести службу. Как пишет Иван на своей странице ВКонтакте, многие ребята правда устали, а еще больше устали от переживаний родные, которые ждут дома. Жены и родители не всегда справляются с негативом. Югорчанин предлагает поддержать их добрыми словами и сопроводить записи в соцсетях хэштегами «Кто, если не мы?» и «Время героев выбрало нас». Сам боец написал у себя на странице, цитирую, «Мобилизованные добровольцы-контрактники, все мы стоим на защите рубежей Родины, перед нами выпал исторический момент, мы вершим историю». Конец цитаты. Отмечу Иван Лаптев, музыкант, работал в концертном оркестре Югры, на СВО отправился добровольцем. Когда я услышал, что президент призвал всех сплочиться, я пошел в военкомат и попросил, чтобы меня записали в списке мобилизированных. После чего я получил повестку, прошел медосмотр и сейчас я здесь. Мы не можем оставаться в стороне, когда происходят такие события, только вместе мы станем сильнее, победим. Как в рекламе, собери покрышечки. В Сургутском районе очистили резиновый ручей. Водоем на окраине Белого Яра известен тем, что из него ежегодно вылавливают шины. Установить, кто их скидывает, сложно. Непонятно, даже из какого места они приплывают, ведь в период половодия резиновые изделия мигрируют по течению. Большинство покрышек старые, с непробиваемым слоем ила. Вытаскивать их вручную довольно сложно. Уборка занимает много времени. Помимо шин в ручье находят и много другого мусора. Стоит отметить, что в резине могут содержаться различные вредные вещества. Они могут вызывать у человека образование злокачественных опухолей. По крышке выходим второй раз. Выходили по большой воде. Все, что смогли, убрали. Сейчас вода упала, вода малая. Вытаскиваем. Ну, сегодня вот вытащили порядка уже 25 покрышек из воды. Ну, и еще осталось, наверное, покрышек 30. Покачи присоединились к всероссийскому образовательному проекту «Урок цифры». Школьники изучили особенности сервисов для общения и ознакомились с возможностями учебного профиля сферу. Благодаря интерактивным тренажерам ученики примерили роли IT-специалистов, которые создают и развивают сервисы цифровых коммуникаций. Попробовали свои силы и в решении задач, с которыми сталкиваются мобильные разработчики и дизайнеры. А также опробовали себя в роли модераторов интернет-сообществ. Уроки цифры проходят по всей стране. Организаторы – ведущие технологические компании. Все материалы к занятиям выложены на отдельном сайте и предназначены помочь на уроке учителю. Следующий урок пройдет в ноябре. Впереди у ребят такие темы, как облачная технология и искусственный интеллект, кибербезопасность будущего и даже квантовое программирование. Мы изучали, как быть контент-менеджером, точнее, каково быть им. По какой причине нужно было забанить тот или иной вопрос или ответ. Например, нежелательный контент, реклама, спам, плохое обращение к другому собеседникам. Открытия очень даже много. То, что в каком году создали стикеры, когда произошла электронная почта. Что в чатах должно быть только что самое важное и познавательное.